Подготовка к уникальной для Шимкента операции по устранению двухмиллиметровой закупорки сосуда головного мозга шла целый год. В итоге за два дня две операции. Первая на сосуд головного мозга, вторая по восстановлению поврежденного тройничного нерва. Операции ведутся под наблюдением доктора медицинского центра управления делами президента Шпекова Азата Салимовича. Целью переезда является внедрение, так скажем, трансферта новых технологий. Мы осуществляем эту деятельность уже в течение последних четырех-пяти лет. Сейчас клиника наконец-то оснастилась всем необходимым, оснастилась также и кадровым составом. Сотрудники повышали опыт за рубежом, осваивали тонкости, нюансы этой техники. И теперь мы вчера провели операцию пациенту с закупоркой сонной артерии. Пациенту грозил инсульт и теперь мы ему сформировали так называемый байпас или анастомоз между сосудами кожи и сосудами мозга. Успешное хирургическое вмешательство состоялось благодаря врачам и специалистам отдела нейрохирургии областной клинической больницы. Пациенту Абдикадиру Султанкулову несказанно повезло. Стоимость подобной операции доходит до двух миллионов тенге. Абдикадиру все сделали бесплатно по социальной квоте. Я до операции чувствовал себя крайне неважно из-за шума в голове, не мог спокойно спать и даже просто лежать. Слава богу, операция прошла успешно, сейчас уже легче намного. Я благодарен всем врачам за эту операцию. Участие в двухдневном мастер-классе прошли доктора поликлиники ангиохирургического центра. Эти врачи играют ключевую роль в выявлении и лечении пациентов сосудистыми заболеваниями. Данная работа проводилась не только сегодня, она проводилась в течение прошлого года. То есть была подготовка и кадровая, проводились обучения. Также доктора приезжали на местах, смотрели оснащение доработки, недоработки. Мы сами стажировались на других сосудах, скажем так, сосудах куриных, тоже сшивали анастомозы, набирали опыта и в данном моменте отрабатывали свою техническую часть навыков в этом отношении. И, соответственно, к этому долго шли. Дай бог, вот сейчас первые результаты, вот первые пациенты прошли. Надеюсь, сегодняшняя операция пройдет успешно, вчерашняя успешная, пациент уже активирован. То есть, в принципе, все пока идет по плану. Ежегодно в Казахстане проводится более 200 операций в отделении сосудистой и функциональной нейрохирургии. С этого года врачи ОКБ планируют самостоятельно провести более 15 операций на сосудах головного мозга любой сложности. Даже в Европе такие манипуляции проводит считанное количество клиник. Флагманом же в микрохирургии сосудов головного мозга считаются США, Израиль и Япония.